Безлимитное количество проездов. Насколько я полагаю, что если в любом случае это дешевле, чем 6 рублей, которые сейчас, и наше опасение, что люди пели, станут, значит, пользуются проездными, будут оплачиваться, если не проезд постоянно, без проездных, я же премия тяжкий нам на бюджет в городе расставлю. Вот это решение, значит, Николай Ильич, может, вы каким-то образом прокомментируете, наверное, в том же курсе, оно получается не увеличивать нагрузку на бюджет. Конечно, оно становится, допустим, более тяжелым для граждан, но бюджет потери не понесет. При лейтинге вам остается выгоднее пользоваться проездным билетом. Действительно, данное предложение, мы видим, что, честно, мы внимательны, что мы будем чуть меньше 6 рублей, получается. Поэтому я не думаю, что здесь какая-то возникнет нагрузка на бюджет и принять это решение. Но в то же время все будет зависеть от решения. И все, где работают, продолжают покупать, представлены, или нет. Здесь вами согласен, и еще. Алексей Геннадьевич, да, смотрите, чисто математические. 350, 9,6 рублей, это 5 рублей, 80 рублей, до 20 рублей, одна поездка. И, ну, не знаю, человек, который покупает сразу на месяц и рассчитывает, что 60, наверное, он все равно будет выгоднее ездить на разы по 6 рублей. Поэтому, ну, понятно, я чисто механик подогнания, вот, на эти 20 копеек. Не знаю, я не знаю, если мы куда-то правы. Алексей Геннадьевич, ну, тогда сами начинаем противоречить, что мы говорим, что у меня мало 60 поездок, то мы говорим, что вроде они все почти, чтобы лезть были не поездки, да. Поэтому нам тоже как решение на это будет принять сейчас консортированное. Александр Алексеевич? Ну, во-первых, давайте четко, ясно понимать, что на сегодняшний день уже многие не купили эти проездные билеты в связи с этой чехотой, которая сегодня есть. Дальше, вот эта картина, которая будет продолжаться дальше, а будет уменьшение в любом случае для внедрения проездных билетов, это будет же ударить без сомнения. Говорить все, что не ударит, ударит. Потому что у нас будет больше количества людей, которые будут ездить за 6 рублей. По бюджету это ударит городском, это раз. Второе. Смотрите, расчетное давание походу 65 поездок. Сегодня правительство области, ну, мы так и понимаем, как видим, обознают умные разговоры, предварительные договоренности, предлагают сделать 60. Что мы сегодня будоражим людей за 5 поездок? Если в среднем все равно 65 есть, 60 предлагают оставить по той цене и устраивать этот цирк. Поэтому категорически сегодня настаиваю на том, чтобы мы с вами приняли обращение без лимитных запусков, которое было 350 рублей. Никаких шараконьей, ерканьей, уговорок не идти по этому вопросу. Иначе люди нас просто не поймут. Наши с вами ярославцы. Спасибо. И жители области. Павел Иванович. Уважаемые коллеги, я хотел бы обратить внимание на то, что областная дума, насколько я понимаю, проводила определенную работу между правительством, автотранспортными предприятиями, разбирала этот вопрос. Но тот вариант, который предлагается, он говорит о том, что люди все разные. Поэтому для категории людей, тот, кто едет немного, для этих 350 остается, тот, кто ездит достаточно много, 400 рублей, тот, кто ездит очень много, 450. Это решение практически сбалансирует те противоречия, которые есть между бюджетом и автотранспортными предприятиями. Поэтому я предлагаю, вот тот компромиссный вариант, который у нас есть, поддержать. Дело в том, что все в любом случае решение за правительство Ярославской области. Чем быстрее мы обратимся, чем быстрее мы поставим деньги, дойдем деньги на промисс, между тем, чтобы вообще все отменить, и между тем, чтобы имитируют предприятию всю поездку, тем быстрее с первого апреля у нас эта система может заработать. Я считаю, что вот этот компромисс, он объективен, и нужно поддержать. И дальше рассчитывали на то, что правительство Ярославской области нас услышит. Потому что, насколько я понимаю, все наши обращения к правительству Ярославской области, которые мы делали, о том, что у нас есть безлимитный проезд, они не были на сегодняшний момент услышаны. И эту ситуацию мы разведем, когда еще больше людей нужно находить компромисс. Вот это вариант, это компромисс. Я думаю, что мы сможем убедить правительство именно к такому варианту принять новое решение. Спасибо, Владимир Владимирович. У нас возникнет точность зрения, то еще продолжить. Дай слогу мне выступающихся, Евгений Николаевич. Я хочу сейчас тесно сказать, как мы к этому пришли. Значит, постановление правительства будет действительно немножко скоропалительным, продуманным. И вызвало совершенствование и военные реками со стороны народа. Но, тем не менее, ездить за 50, значит, за 350 рублей по 80 раз, это, в общем-то, не объективно. Мы посмотрели это внимательно очень с экономической точки зрения и с моральной, со всяких точек зрения, мы смотрели вопрос. Довольствие, я вам скажу, господа, правительство очень непросто. Очень непросто. И то, что правительство идет на встречу, слава Богу. Значит, вот, говорит Андрей Александр Васильевич, что они покупают. Отменить это постановление же нельзя. Куплено 13 тысяч билетов. Обычно покупалось 18 тысяч билетов. 350. Ну, конечно, вызвало, потому что на полтора рубля, Александр Васильевич, меньшее на них платят по этому постановлению. 6 рублей, если он по самому кодексу, и 5 рублей он ездит по этому. Поэтому я прошу вас, если вы что-то делаете, если вы оставляете 2 рубля, как было у вас оставлено, в бюджете можно, никакой нагрузки в бюджет в городе не несет, мы это смотрели тут. Несет нагрузку в областной бюджет. Вот наш вариант, он вызывает дополнительные нагрузки на областной бюджет 41 рублей. Но все зависит от того, как будут покупать бюджет в нашей кодеке. Это мы взяли пару месяцев на испытательный срок, потом будем смотреть по итогам полугодия, что делать дальше. Поэтому я считаю, что вполне нормальный, компромиссный вариант. И вот сейчас я в перерыве разговаривал с симфоничником, губернатором, дал добро на этот бюджет. Спасибо, Игорь Николаевич, Игорь Гайславович. Я понимаю. И, кстати, еще чуть-чуть, коллеги, пожалуйста, давайте мы будем от политических данных, более экономических. Мы будем сейчас каждый не ждет. Когда мы рассматривали на комиссии о том, что из лимитной поездки 50 рублей в среднее поездка было 65, нам доложили, что обычно областной бюджет оплачивал 51 поездку. Я правильно понимаю, а не поездку еще? Так это было, да? 50-1 поездка, то есть я ничего не обманывал. То есть сейчас предлагается сфиксировать 60. То есть для конкретного бюджета, в том числе для нашего городского, выгода уже очевидна. То есть вместо 51 поездки будет облачиваться 60. Это первое, да, Александр Васильевич? И второе. На той же самой комиссии я говорил, что, чтобы защитить отдельные категории граждан, надо в первую очередь разобраться с работой самих предприятий, перевозящих наших жителей. На сегодняшний день мы платим из бюджета, дадим дотацию в размере почти 500 миллионов рублей. И возим, эта дотация рассчитывается не из количества перевезенных граждан, а из количества пройденных километров. Так, Александр Васильевич и все охранные депутаты, если мы хотим, чтобы наши жители были защищены, наши пенсионеры, если вообще бесплатно, а так в первую очередь разобраться с целью, я считаю, если подойти более качественно к организации работы на служебном транспорте, то мы можем вообще свои решения сделать так, что наши люди будут есть, пенсионеры-инвалиды, бесплатно. Потому что сейчас дадим дотацию предприятию за этой проездной километной, и не важно, едет там один человек или сто. Вот с этим надо разбираться. Спасибо. Уважаемые коллеги, я бы хотела обратить внимание на что. Первое. Комиссия социальной политики принимала решение о категорическом возражении против вот этой, как мы, мишени, на которой вводится. Вот прошло это учитывать при дальнейшем голосовании. Значит, второе. Какой вопрос не политический? Ну, как представитель партии Патриота России, я также говорю, что мы категорически против этого обведения. И третье. Мы все, и муниципалитеты дома принимали бюджеты. Мы смотрели и каждую организацию, и состояние, и все. Почему мы вдруг решили, что в середине года или в начале года необходимо все поменять? То есть приняты бюджеты, утверждены, мы свои два обязательства декларировали и тоже заложили. Так, все просчитывали, просматривали. Сейчас мы уходим все. И самое главное, мы дорожим народу. Поэтому я призываю депутатов всех проголосовать за наше решение. То, как за годы оставить 350 рублей без ограничения повестки. Спасибо. Андрей Вячеславович. Уважаемые депутаты, я хочу выразить даже не свое мнение, а мнение жителей Тижинского района, а в части общественного лица Тижинского района, которые написали на это письмо. В этом письме говорилось четко о том, что при данной системе, то есть понятие «люботный проездной билет» просто теряется и теряет свою суть. Поэтому я тоже настаиваю на том решении, как мы понимали, на комиссиях различных, то есть на категоричности. Никаких компромиссов пока на сегодняшний момент я не считаю и не вижу необходимости здесь никакой. Потому что это достаточно незащищенное свое население, которое пользуется данным проездным видом транспорта. Спасибо. Спасибо, Викторович. Я хотел бы сначала обратить внимание, вот и Владиславович, высказал, вроде как, очень красиво сказал, о том, что у нас общественный транспорт километры делает, а не пассажиры посят. У нас общественный транспорт работает сегодня по системе ГЛОНАСС. И на каждом маршруте по расписанию работает. И даже сегодня находим порядок в плане того, чтобы это расписание выполнялось полностью. Таким образом, общественный транспорт свою работу выполняет и подконтролен сегодня. И если что-то нужно еще сделать, начать со стороны исполнительного власти, города, и депутатов, нет проблем. Можно еще посмотреть, что можно сделать. Но только надо иметь в виду, что он свою функцию выполняет. И то, что сделать по качеству перевозок, это сделано. То, что сегодня ряд инсионеров ездят, и, может быть, работающих инсионеров, надо более правильно сказать, на маршрутках, потому что это ускоряет перевозку людей. И то, что маршрутки насоединяли буквально сегодня и нефтяников, и брагины, и липовую городу, там, за Волгой и так далее, таких маршрутов, автобусов нет. Потому что если их сделать дольше, у нас будет запрат еще больше. Вот поэтому то, что компенсирует сегодня бюджет и в этом объеме, значит, он, наверное, и должен компенсировать, иначе нужно поднимать проезд. Заниматься себестоимостью, заниматься, значит, рассмотрением эффективности работы предприятия к нам никому не запрещено. Но сегодня стоит вопрос и новый характер. Брид в утвержденном тарифе, который был утвержден на 2013 год, сегодня предприятие работает и выполняет городской заказ. В соответствии с подконтролем, по системе ГЛАНС, из-за чего сидят, все, почетность есть. Сегодня ездят другие люди за счет этих проездных билетов. Значит, наверное, нужно разобраться и поставить точку. Значит, должны быть, наверное, когда фотографии на этих проездных билетах, и проездные билеты должны носить более долговременный характер, и они, наконец, должны работать нормально, как электронная карта, как мы хотели. Ведь у нас есть ли вопрос сегодня по школьникам, по студентам. Там все понятно и все ясно. Вот. Последний момент. То, что сейчас сделано, когда мы вводили электронно-проездной билет, мы говорили регулируемой категории людей. Я лично тоже поступал и говорил о том, что мы не будем лимитировать проезд. Следовательно, та попытка, которая сейчас делается, каким образом поправить финансовое положение предприятий при поступлении средств от этого проездного билета, она, наверное, тоже должна рассматриваться как в двух направлениях. Первое направление. Билет должен быть персифицирован или не должен покупать только для себя, и стоимость его должна быть такой, которая бы обеспечила проезд. Но есть еще один вопрос. А почему тогда за каждый купленный проездной билет, говорят, сегодня оплачивают 50-х поездок? Встает вопрос. Потому что вот это подозрение, которое было, и то, что сейчас говорят, потому что люди будут ездить по другому талону. По другому талону я знаю, что департаменту финансов в области тоже очень много претензий, потому что другой талон, который вот там, треть талона, пять третий талона, такие переходящие, и тоже какой-то коэффициент понижения от представленного отчета по проданной талону тоже существует. Фактически получается, что предприятия работают, свои затраты предъявляют, а они все время с каким-то коэффициентом понижения выплачивают средства, субсидии. Может быть, в этом тоже надо разобраться? Если 85% получает, то тогда получается. А зачем нам поднимать? Все эти дела, то сначала выплатят то, что положено. И поэтому надо определиться. Вот эти все 60, 70, 450, ведь фактически мы говорим о том, что стоимость прорезвенного билета занижена. И лимитированный он не должен быть. Так когда надо определиться, и честно сказать. Если он должен немного быть выше, тогда давайте лучше его поднимем и скажем честно, без за всех лимитов. Но оплачивать должны соответственно с теми билетами, которые в полной сфере продаются. Спасибо, Глава Вячеславович. Павлович, вот этот вопрос к вам. Сейчас мы раздали решение, ссылаясь на, в соответствии с уставом, в районах, решение фактики «Единая Россия» 12.03. Вами подготовлены решения. Покомментируйте каким-нибудь образом, а то мы... Да, действительно, это продолжение моего предложения, о том, чтобы поддержать наших коллег из областной думы, двух комитетов, которые приняли, и выйти с предложением правительственной области, о том, чтобы на обсуждение с первого апреля поставить на то вопросе точку. Насколько я понимаю, правительственная область не хочет реагировать, реагировать негативно на наши просьбы по поводу оставить все как есть. Они все равно хотят определенных любых изменений. Вот те изменения, которые они приняли с первого апреля, на наш взгляд, они действительно относятся на анти-социальный характер. Поэтому вот этот комитет, который выработали в нашей коллегии по областной думе, я считаю, что мы его должны поддержать. Так, Николай Петрович. Я хотел очень небольшой комментарий, Игорь Владимирович, к сожалению, как правильно сказал Виктор Владимирович, вот эта 51 поездка, она осталась, то есть даже несмотря на то, что 60 вроде бы для пенсионеров, а для транспортных предприятий по-прежнему, мы считаем, законно применяется квинцент 085, и в них остается все-таки право обратиться в суд за размещением этих 15% убытков. Это первое. Это вопрос нерешен. И второе. Вот эти два вопроса льготные проезды пенсионеров и сколько мы доплачиваем с городского бюджета совершенно разные вещи. Это разные бюджеты и разные обязательства. Будем мы доплачивать этот бюджет на 0, 500 или 700 абсолютно не влияет на то, какое решение субъект примет по льготирую этой категории пенсионеров. Он может льготирует 20%, 50% или 100%. Это его обязательства и к городскому бюджету никакого отношения это не имеет. Касандин Васильевич, коллеги, я уже как председатель комиссии хотел бы примаку свою внести. Значит, вопрос был подробно рассмотрен на комиссию. Владимир Александрович дал нам подробное разъяснение. Значит, суть проблемы в том, что количество поездок влияет на сумму страховых выплат. И я так понимаю, что это тоже определенная степень капель преткновения, потому что это все ложится на транспортные предприятия. С другой стороны, я согласен с Виктором Владимировичем о том, что нужно персонифицировать все-таки проездные билеты. И если будут они персональные, то не будет у нас такой цифр. 65 поездок. Ну вот так. Логичный потонок не ездит столько пенсионеров. И если мы все-таки технически подготовим данный документ, проблема будет решена. А сейчас это все-таки носит больше политический образ. Константин Васильевич, ну, вы в конце своей фразы поддерживаете решение, которое сейчас создали, и наставите решение комиссии, когда вы обращали. Давайте что-то вы решили. Я могу сказать, во-первых, комиссия решила, на правильное обращение правительства Росславской области о приостановлении действия постановления. Но поскольку и Росславская область правительства внесло коррективы, значит, соответственно, это через комиссию не проходило. Поэтому надо сказать только свою точку зрения. Я за то, чтобы сейчас все-таки поставить безлимитное количество поездок и думать о технической стороне вопроса. Сделан персонифицированный проездной билет как и вещество и вещество вещество. Слышал. Илья Славич, коллеги, давайте все-таки ближе к центру вопроса, а не то, что я хочу просто пояснить согласиться, согласиться с Виктором Владимировичем, Николаем Дмитриевичем, о том, что работа общественного транспорта налажена и транспорт входит. Я сказал только то, что работа налажена и мы из бюджета все равно компенсируем 500 миллионов наших бюджетов денег, чтобы она хорошо функционировала, то мы же сами можем предусмотреть возможность нашим пенсионерам и другим льготным категориям ездить бесплатно в тот момент, когда транспорт все равно идет и он пустой. вот что я сказал и я сказал нужно заниматься. По поводу компетенций областной администрации и денег, которые выделяют на бюджетирование, я тоже выставил свою позицию о том, что если раньше оплачивалось всего 51 поездка и, как подтвердился Николай Выдович, транспортные предприятияки будут обращаться в суд по той разнице, то предложенная новое решение улучшает ситуацию, потому что сегодня конденсация будет идти уже не за 51 поездку, а за 60. Ровно то, что я сказал. Я считаю, что это новое предложение депутатов областной думы, оно снимает напряжение. Она ... 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 Когда с области идет подача, здесь мы подстрахуемся. Мы хотели все-таки напомнить о том, что две комиссии высказались негативно. Поэтому вопрос, что надо минимум учить, выступим мы все-таки за первичную техническую оптимизацию этого процесса. А уже потом, когда мы отработаем все пути, тогда уже займемся пенсионерами и решим далее. Спасибо, Владимир Сергеевич. По поводу внимания хочу сказать, что если фракция Нинроссия подготовила решение, мы его раздали. А если вы готовите свое решение, мы его тоже раздали. И хоть каждый депутат, когда готовит решение, раздает их при помощи фракции или аппарата, мы смогли закритиковать за других, мы не совсем правильно считаем. Верка, голова. Алексей Иванович, вы только как бы просили критическую составляющую не делать. Мы не против, что каждая фракция или каждый наш депутат внесет проект. Пусть оно в верхнем правом углу и будет. Но неужели кто-то из нас проголосует, учитывая решение фракции «Единая Россия». От 12.03. Это никогда тоже в жизни искоряется. Искорясь только из этого. Поэтому еще раз прошу всех депутатов. Давайте будем верны в твоему слову и останемся на 350 рублях без лимитного протеста. Спасибо. Александр Сергеевич, я хочу обратиться к депутатам. Не надо забалкивать проблемы. Когда один депутат говорит, что давайте мы сегодня бесплатно поезды начинаем говорить, а сам говорит, давайте мы его увеличим. Мы не будем поддерживать то решение, которое две комиссии уже приняли, не лимитировать поездки, но надо немного быть последовательным, логичным. Обещать одно, а на факте делать другое. Поэтому я напомню еще, что у нас первым было решение двух комиссий. Поэтому я предлагаю поставить на голосование сначала текст обращения, который принимался к правительству, который не услышан от комиссии по экономической политике. Не забывай о том, чтобы нам принялись и принялись в комиссии по социальной политике. И потом уже рассматривать вот то, что альтернатива внесла в ракции Минерсии. Сначала на голосование поставим то, что вот тех, которые мы уже принимаем. Спасибо. Как вы этот вопрос возручите, в первом, в любом случае, предложение было на голосование от вас поставлено. Так, Владимир Владимирович. Я бы предложил к этому вопросу, действительно вернуться позднее. Мне нравится предложение Игоря Вячеславовича Блахинарии. С нашей точки зрения, это реальное предложение, которое послужило на благо наших пенсионеров и всех остальных категорий. Решить вопрос действительно о том, чтобы сократить расходы той же самой мэрии, то есть на содержание своего здравоохранения аппарата, и сделать действительно принципиально для наших пенсионеров. Насколько я помню, это было тоже одним из призывных обещаний. Нужно реализовывать эти механизмы. Спасибо. Дмитрий Владимирович. Я чувствую, что у нас сейчас начался уже такой процесс, кто лучше скажет, и кто будет более любимый для всего, значит, того слоя людей, которые ждут этих пригот. И каждый, значит, сейчас начинает уже подавать такие хорошие идеи, что прямо даже залегуешься. Я хочу сказать, что в случае внедрения в действие бесплатного проезда, он просто вызывает вновь усиление контроля, дополнительный набор людей и так далее. Это то, от чего мы когда-то уходили. От тех зайцев, которые не может, не может до сих пор никак вывезти из общественного транспорта. Им будет достаточное количество. Но кто будет выкрывать убытки, вот это непонятно. Зайцев будет много. Но вот второй вариант, о котором мы сейчас рассматриваем и говорим. С одной стороны, то решение, которое наработано, вот с этим лимитированием, оно действительно вызывает какое-то экономическое удовлетворение в чем? Что вроде как 60 поездок будет, и за них будут проплачены. А вот давайте спустимся в автобус. Стоит там доктор. Конец месяца. Заходит человек пожилой и предъявляет билет. А у него, оказывается, он уже сегодня закончился лимит. Что слышит кондуктор в базовом полу? Никто не будет слышать. Ни один депутат будет слушать только кондуктор. И маг, и все остальное. И всю родню, о которой вспомнят по этому кондуктору. Ну, надо еще кого-нибудь прибылку. То есть, понимаете, мы ставим условия невыносимые для человека, который работает непосредственно с пассажирами. Почему мы ставили идею обязательно персифицированный учет и четкий тариф? Вот надо смотреть, ну, как говорят правды марки в глазах. Не надо в этом деле плудеть. Если положено немного приподнять тариф, лучше поднимите и скажите. Он будет безлимитный. Но дайте возможность кондукторам работать. Ведь у нас в общественном транспорте им уже тоже недочет. Они работать или не будут, когда в таком условии будут жить, вы сами поймите. Вот, поэтому, сейчас то предложение, которое выдается, оно не совсем хорошее. Оно недоразумно. Вот. И что сказано, сейчас я заканчиваю, конечно. То, что сказано по персифицированному, просто из-за того, что золотая огромная часть прорезных билетов выпускала, мы не смогла нам обеспечить то, что накопили. Но, честно говоря, на уровне области это было решено. Так надо заработать и запустить это дело. Поэтому я хочу еще раз сказать. Вы услышите, потому что то, что сейчас мы примем в решении, оно, может быть, все равно не вызывает удовлетворение. Нам не вызывает удовлетворение и у транспортиков, кто будет работать и исполнять это решение. Спасибо, Сергей Голоренович. Значит, у нас еще справедливые вопросы сегодня не выступали. Может быть, без очереди в словах? Молчат. Да. Тогда я, что хотел сказать при всем оставшемся доме выступать? Весь уходный коллег. Мы ведь с вами можем этот вопрос вообще не выносить и никак за него не голосовать. У нас есть обращение двух комиссий. Может быть, чтобы у нас, вот опять же, политически нас не перевернули с этим решением. Такое решение мы поддержим. Мы можем тогда вообще не голосовать этот вопрос. У нас слушали информацию, заслушали. А кто, а двух комиссий в России? Александр Ильич, я просто скажу свои предложения. Потому что сейчас это будет бесконечно у вас. Кто вам что-то переводил, через дорогу, а кто не переводил. Ну так и начнется. Депутат Гатвыз. Давайте не будем подменять собой сегодня областную думу. Но областная дума есть свое решение с моей комиссии. Мы здесь заявляем свою позицию от муниципалитета от жителей города Ярославля. Просто то, что сейчас мы говорим, давайте сделаем так или давайте сделаем так. Все решение за правительственную область. Нам надо всего лишь заявить свою позицию. Я не понимаю, зачем мы столько об этом здесь говорим. Вынесем два проекта обращения муниципалитета в правительство и областную думу, проголосуем на этом законченном. Мы идем. Мы идем. Мы разлавливаем. Мы разлавливаем. Да я не могу сказать. Я не могу сказать. Придорфио прекратить не принять, потому что есть информация о своих позициях уже выставили. Позиция, это, скорее всего, акция, очевидна. Очень интересно при нашей позиции содержаться по форме и позиции Электроновича Волочеву с близким друг к другу. Достаточно необыстен. И я, своего права, придержал Мухареву Армиру голосовать все, как я же праве в том порядке, как он поступил. Сначала, так сказать, мнение двух комиссий, потом вот то, что нам раздали сегодня. Вот, собственно, я предлагаю, то есть, я вам прекратить и принять голосование не второе, а голосовать в том порядке, в котором вы, как я вам не поддерживаете. Я уже сказал, что не в таком порядке не голосуем, всегда по мере поступления вопросов. Александр Васильевич, первый с вопросом. Ну, как сомнитель, мы можем голосовать и сделать? Да, но для этого... Хорошо, я предлагаю применение голосования. Для этого должно необходимо количество депутатов поддержать ваше предложение. Кто за то, кто за то, другие предложения есть? Кто за то, чтобы голосовать поименно? То есть, потом, я объясню, значит, еще раз напомню, когда список, кто проголосовал, может быть, обучен у нас. Но для этого у нас необходимо, чтобы это предложение по поименному голосование приятного депутата. Да, значит, поэтому кто за то, чтобы голосовать поименно, прошу голосовать. Вот это предложение. Решение принято свое предложение. Я предлагаю поддержать обращение комиссии по экономической политике, в котором сказано обратиться к правительству Ярославской области, не вводить ограничения поездок в общественном транспорте при сохранении существующей цены за проезд 350 рублей. Вопросов нет, господи. Кто за предложение депутата Воробьева пошел голосовать. Так, решение принято. Сколько у нас таких игрок кто проголосовал на 26, за 3,29, второе, сам оконный. У меня голос не будет видно, кто не проголосовал. Ну, похоже, будет видно, кто не проголосовал. Мы это тоже отметим в протоколе. Так, переходим к следующему вопросу.